МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А кем она была развязана? Прежде всего, мне запомнились выступления на «Эхо Москвы», которые даже в новостных программах не применули сообщить, что сегодняшнюю акцию они рассматривают как провокацию. Провокацию против кого и чего? Хотелось бы мне им спросить. Я так и не понял. Люди вправе выражать свои позиции и выражать свое мнение там и тогда, где и когда они считают это удобным и уместным для себя. Все разговоры о сливе или размывании протеста я отметаю как абсурдные. Мы не собираемся ни сегодня, ни, насколько мне известно, завтра, ни штурмовать Кремль, ни брать перекоп. Мы выражаем свою гражданскую позицию. И если человеку удобнее прийти сегодня, очень хорошо. Если он захочет послезавтра выйти на индивидуальный пикет у следственного комитета или у изолятора тюремного, ему надо поклониться в ноги. Что за странное перетягивание канатов? Что за странное установление монополии на истину? Монополии на истину обладает только Господь Бог, насколько мне известно. Но никак не люди. Поэтому я считаю, что организаторов и участников сегодняшней акции надо только поблагодарить. И прийти завтра, я обязательно буду завтра на митинге. Если мне дадут слово, я выступлю. Мне дадут слово, я промолчу. Но на митинге буду. Илья, а каким образом, как вы думаете, можно перешагнуть через эти политические амбиции и прекратить натягивать одеяло одних на себя? Перетягивать канат, перестать. Как? Вы знаете, я вот что хочу сказать. Есть такая известная истина. Смотри, кто ищет себя в искусстве, а кто ищет искусство в себе. То же самое относится и к политике. Смотрите, кто отстаивает интересы своего народа в политике. А кто в политике прежде всего думает о собственном продвижении к вершинам власти. Вот, к сожалению, мы, гражданское движение, протестное движение, не можем никак отделить мух от котлет и понять, что есть искренние люди, а есть политические клоуны, политические авантюристы, которым в сущности все равно, под какими лозунгами и где выступать. Лишь бы только это способствовало их карьере. Вот от таких людей в протесте надо избавляться. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова